Сахар-заменители. Их изобрели, чтобы заменить сахар. Но что плохого в сахаре? Давайте разберемся. Сахар это натуральный продукт, который делают из сахарного тростника или сахарной свеклы. В процессе переработки от них остается только сахароза, белый порошок. Это и есть обычный рафинированный сахар. Все прочие вещества, в том числе и полезные, в процессе обработки вымываются. Давайте рассмотрим, что происходит с сахаром, когда мы его кладем в рот. Там сахароза, точнее сахар, расщепляется на глюкозу и фруктозу 50 на 50. Глюкоза попадает сразу в кровь и повышает там уровень сахара. Когда сахар в крови начинает расти, поджелудочная железа сразу выделяет гормон инсулин. Инсулин проводит глюкозу в клетку. Там она превращается в энергию, которую мы тратим. Давайте рассмотрим, что происходит с глюкозой, когда мы ее съедаем больше, чем тратим. Оставшаяся глюкоза поступает в мышцы и печень. Там хранятся запасы глюкозы в виде гликогена. Мышцы расходуют гликоген только на себя, а печень помогает организму оставаться активным, даже если мы долго не ели. Когда сахар в крови начинает падать, печень расщепляет гликоген, выбрасывая его в кровь и повышает уровень сахара в крови до нормальных значений, предоставляя нам дополнительную энергию. Но если мы регулярно переедаем, то запас гликогена остается заполненным, а излишки глюкозы печень превращает в жировые клетки. Вернемся ко второй составляющей сахара – фруктозе. Фруктоза в кровь не попадает и сахар в крови не повышает, она идет сразу в печень. Там она также, как и излишки глюкозы, превращается в гликоген, который обеспечивает нас дополнительной энергией. А когда запасы гликогена полны, печень преобразует фруктозу в жировые клетки. Поэтому переедание, особенно сладкого, и приводит к набору весов. Мы съедаем больше, чем тратим. Мы разобрали, что сахар – это сахароза, а сахароза – это углевод. В сахаре нет ни жиров, ни белков. Он почти на 100% состоит из углеводов и на 50% из глюкозы. А глюкоза повышает сахар в крови. Рассмотрим на графиках, как это происходит. У здорового человека сахар в крови постоянно поддерживается на определенном уровне – от 4 до 6 ммоль на литр. Когда мы начинаем есть, сахар медленно повышается. В ответ поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который снижает сахар в крови, переправляя его в клетки. Уровень сахара остается практически неизменным. Так происходит, когда мы едим белки, жиры и медленные углеводы. Или, другими словами, продукты с низким гликемическим индексом. Гликемический индекс – это условный коэффициент, показывающий, как быстро съеденные продукты повышают уровень сахара в крови. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее повышается сахар. Чтобы узнать больше о гликемическом индексе, вбейте в поисковике «Таблица гликемического индекса». Там представлено много разных продуктов с разной скоростью повышения сахара в крови. Так, например, у сахара гликемический индекс равен 70. Сахар – это быстрый углевод, который быстро повышает сахар в крови. Давайте посмотрим на графике, как это происходит. Когда мы едим что-то сладкое, уровень сахара резко повышается, выходя за рамки нормальных значений. Поджелудочная железа моментально реагирует большим выбросом инсулина. Уровень сахара начинает резко снижаться. Сахар падает ниже нормальных значений. Сигнал о низком сахаре поступает нам в мозг, и мы начинаем испытывать сильный голод, слабость, упадок сил. Чтобы скорее поднять сахар, организм будет требовать еще сладкого. Что опять приведет к резкому скачку сахара и дополнительному выбросу инсулина. Так, сладости провоцируют переедание и повышают потребность в инсулине. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по потреблению сахара. Норма сахара в день от 6 до 12 чайных ложек, или менее 10% от общей дневной калорийности продуктов. Сахар калорийный. В 100 граммах содержится 400 килокалорий. Мы съедаем около 1800 килокалорий в день. Таким образом, чистого сахара можно съесть не более 45 грамм. Давайте посчитаем, сколько сахара мы съедаем за день. Одну чайную ложку сахара в кашу, одну ложечку в чай, одну в кофе, в паре шоколадных конфет около одной ложки сахара и пара ложек сахара в десерте. Итого получается 6 чайных ложек сахара. Похоже все? Но, к сожалению, это не весь сахар, который мы съедаем за день. Вы удивитесь, как много несладких продуктов содержат сахар. Покупая в магазинах товары, обязательно читайте этикетки. В разделе «Пищевой ценности» в составе углеводов прописывается, в том числе сахара или в том числе сахарозы. Обращайте внимание, что количество сахара указано только на 100 грамм. Если на этикетке не прописана расшифровка углеводов, понять много или мало сахара в продуктах поможет их состав. Все производители обязаны в составе продуктов указывать определенный порядок ингредиентов, от большего количества к меньшему. И если в составе первым или вторым пунктом указан сахар, значит его в этом продукте много. Давайте посмотрим, в каких продуктах содержится неожиданно много сахара. С одной порцией хлопьев вы съедите 5 чайных ложек сахара. В готовые каши тоже добавляют сахар. В одной порции 2 чайные ложки. В кисломолочных продуктах с фруктовыми добавками много сахара. В обезжиренные продукты сахара добавляют еще больше. В 30-граммовом батончике мюсли целых 2 чайные ложки сахара. А ведь мюсли продаются, как правило, в разделе диетических товаров. Даже в состав соуса входит сахар. Добавляя себе в тарелку кетчуп, вы съедаете чайную ложку сахара. Другие соусы также содержат сахар. Фастфуд плох тем, что в нем большое количество транс-жиров, высокая калорийность, сомнительный состав. Но помимо этого в нем много сахара. В бургере целых полторы чайные ложки сахара. В бигмаке 2. В порции куриных крылышек 2 чайные ложки сахара. А если к этому еще добавить пару упаковок соуса, то получится все 4. Молочные коктейли, которые на вкус не такие уж сладкие, содержат 6 чайных ложек сахара. Японская кухня считается здоровой пищей. Однако при приготовлении риса добавляют сахар. Имбирь маринуется в сахарном сиропе. И в соевый соус часто добавляют сахар. Все сладкие напитки стоит исключить из своего рациона не только из-за их химического состава, но и из-за количества сахара. Даже в одном стакане фруктового сока 2 чайные ложки сахара. Кофейные напитки, в отличие от черного кофе, содержат много сахара. Вы удивитесь, но фрукты содержат сахар, который по своему составу сопоставим с обычным рафинированным сахаром. Объясню. Углеводы во фруктах – это фруктоза, глюкоза, сахароза и крахмалы. Если вы помните, фруктоза и глюкоза вместе образуют сахар, а сахар и сахароза – это одно и то же. В одном среднем яблоке 2 чайных ложки сахара. В банане – 3. В грейпфруте – 1 чайная ложка. В 100 граммах винограда – 3. Очень много сахара содержится в сухофруктах. В 100 граммах кураги – 3 чайные ложки сахара. Столько же – в черносливе. А в 100 граммах изюма – 5. Мало того, в сухофрукты часто дополнительно добавляют сахар. Итак, подведем итоги. В целом, сахар вреда не принесет, если есть его в ограниченных количествах. Однако и пользы в рафинированном сахаре нет. Но как отказаться от сладкого, когда такая еда для нас – это не просто источник энергии, а способ получить удовольствие? Чтобы уменьшить потребление сахара, но не лишать себя сладкой жизни, можно попробовать ввести свой рацион сахарозаменителей. На сегодняшний день существует большое количество разнообразных сахарозаменителей. В следующих видео я разберу, какие бывают сахарозаменители, какие стоит покупать, а какие нет. И как выбрать подходящий для вас сахарозаменитель. Субтитры создавал DimaTorzok